Здравствуйте, меня зовут Гончар Михаил Адамович, я ученик 6-го Г-класса гимназии номер 43 города Минска. Я увлекаюсь военной историей 19-го века. Историей я начал увлекаться где-то год назад. Ну, это началось с просмотра всяких исторических фильмов. Например, Екатерина, сериал из четырех сезонов. Союз спасения, сериал из одного сезона. И документальный фильм 1812. И из той же серии Заграничные походы. Я впечатлился и начал пытаться как-то переделать мундиры с фильма на куклы. Ну, начало поучаться. И я все дальше это делал. И, так сказать, интерес разгорался еще сильнее и сильнее. Я стал искать литературу на эти темы. На семачку Российской империи шить. Ну, это давно, в детстве. Что-то на мастер-классах, в лагерях было. Что-то сам пытался зашить какую-нибудь вещь. Смотрю и представляю в голове, как это может получиться на кукле. Потом уже придумываю выкройку. Ну, выкройку надо придумать один раз. А потом уже все по одной выкройке делается. Только разные виды мундиров. Я сшил мундир, к примеру, московского полка. Вот он. То есть, он не только московского. Такого типа мундир был в многих полках. Разного цвета. Да. Еще я сшил мундир офицера генерального штаба. Ну, как сшил, дополнил. Так же мундир пехотинца, кирасира и гусара. И сейчас хочу сделать мундир кубанского казака. Мне нравится период 19 века. Потому что тогда было много войн. И, в общем-то, мундиры очень красивые. И история благородных офицеров, которые борются за свободу своей родины. И защищают ее от врагов. В общем-то, побудили меня, опять же, сделать таких кукол. Ну, родители очень поощряют все. Покупают куклу, материал. Ну, друзья, даже не знаю. Я несколько раз приносил в школу. Ну, они называют гены кукол. В военно-исторический клуб Секерж я пришел где-то полгода назад. О Секержа я узнал от старой классной руководительницы моего брата. Она пришла и предложила вот такое вот. Меня тут учат фехтовать. И, так сказать, подготавливают к полным тренировкам. Черт не получается делать. Это когда в руках две сабли, и ими делается проворот. Если это был казак, то его обучали с самого детства. Ну, если это был простой человек, дворянин, то он, наверное, начинал учиться, когда его отдавали, чтобы он учился военному делу. У офицера жизнь была тоже тяжелая, так как он отвечал не только за себя, но и за солдат, которых вел в бой. Еще в мирное время у офицера было развлечение, балы, тайное общество и красивые девушки. После шестого класса я планирую поступить либо в лицей МВД, либо в Суворовское училище. Для этого мне нужно похудеть и сдать экзамен. Это фуражка белорусской милиции. Я ее взял, потому что с нее все началось. Дальше вот 70-х и начало 21-го века. Тут тоже 70-х, это 60-х. Эта пилотка, она была и во время Великой Отечественной войны, и до распада Советского Союза. И сейчас есть они. Я люблю, как уже сказал, военную тематику, и хочу во всем, что в ней есть, собрать хоть маленькую, но коллекцию. Некоторые фуражки мне дарят, а некоторые я покупаю на рынке. Именно фуражек пять. А вот это уже пилотка и кепка. Любимый персонаж, к примеру, декабристы. Муравьев Апостол. Так как после просмотра фильма «Союз спасения», я понял то, что они боролись за свободу Родины. Ну и умерли благородно. Александр первый, потому что он выиграл войну против французов. Также Александр второй, так как он отменил крепостное право. Прихожу домой, появляется наитие такое, и я делаю мундир. На один мундир, если с заработками, ну где-то часа два. Мечта поучаствовать в реконструкции. Да. Чтобы появилась настоящая сабля. Сделать себе мундир. Брат папы подполковник ПВО. Еще один брат папы, старший лейтенант запаса. Папа старшина. В армии досужился. Я хочу стать военным, чтобы защищать свою Родину и рубежи нашей страны. Так как я очень люблю свою Родину. И готов за нее даже умереть. Редактор субтитров А.Семкин